В Северном Кавказе поднялось мощнейшее движение против Тимура. Буквально стар и млад встали под копья и пошли драться с чагатаями. И во главе этой войны были войнахи, то есть чеченцы, и черкесы, то есть адыги, то есть будущие главные противники России в Кавказской войне, а войнахи они вот и недавно с нами воевали. А тогда для войнахов это был вообще первый исторически такой великий подвиг, который вывел их вообще на арену истории. До этого о них мало чего известно, ну, наверное, там жили где-то, но ничем себя особо не проявляли. И вдруг вот это вот поразительное, мужественное, отчаянное сопротивление Тимуру, война у него в тылу. Причем вот если вы возьмете вот корпус источников по Золотой Орде, где переводы есть обоих книг Побед Тимура, то вы убедитесь, что Низамадин Шамин, что Езди, наверное, раза в два больше места отводит описанию войны Тимура с чеченцами, чем войны с Золотой Ордой. А уж про Русь вообще там вот одной строчкой или двумя где-то упомянуто, что не сразу ты и найдешь. Понимаете? То есть настолько они впечатлили Тимура и Тимуридов, что вот даже через несколько десятков лет, когда писал Езди, писал он с Гератиева, при дворе Шахруха, сына Тимура, и казалось бы, ему уже это все далеко, и можно было бы там как-нибудь вот красивыми оборотами замаскировать то, что там происходило. Нет, он подробнейшим образом описывает эту войну в горах. Война была очень тяжелой, очень тяжелой. Тимур объявил о своей победе, но судя по тому, что он ушел с Северного Кавказа, не словно нахлебавши, там говорить о победе, конечно, не приходится. И как бы вот не это мужественное героическое сопротивление чеченцев и адыгов спасло-то Русь тогда, а вовсе не Пресвятая Богородица, даже если она и являлась на самом деле Тимуру. Вот мне кажется, это более как бы реалистично это объяснение. Вот так вот бывает. Но, несмотря на то, что Русь была избавлена от нашествия Тимура, именно для Руси последствия сражения на Тереке и разгрома Золотой Орды Амиром Тимуром оказались наиболее благоприятными. Если до этого Золотая Орда была могущественным, великим государством, а Русь одним из улусов, подвластных этому государству, то после разгрома на Тереке Золотая Орда, как великая держава, прекратила свое существование. Больше никогда она не сможет объединиться, больше никогда не восстановит прежние мощи, никогда не восстанут из пепла уничтоженные золотордынские города и следующие сто лет, пока она еще будет существовать, это будет затянувшаяся агония, распад, грызня, борьба за власть. А Русь сохранила нетронутую и города, и силы, и серебро, и, конечно, ее удельный вес резко увеличился.